Датсун 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 подарил возможность поучаствовать в тест-драйвах автомобилей бренда и увидеть экспериментальную версию хэтчбека МИДО, разработанную в рамках проекта «Датсун. Мои мечты» для любителей путешествий и активного отдыха на природе. Это абсолютно серийный седан «Датсун Онда». И даже серийный автомобиль позволяет любому человеку приехать, в том числе на рыбалку. У него большой клиренс 174 мм, большой объем багажника 530 литров и очень комфортная подвеска. Доехать на обычную рыбалку на нем вполне возможно. Японский автоконцерн имеет многолетнюю историю. Он был основан в 1911 году. В середине 80-х производство упразднили. В 2013 году возобновили. По мнению участников фестиваля, авто прекрасно справляется с поездками на дальние расстояния. Одно из главных преимуществ – вместительность. Правда, в этот раз рыбакам увезти с собой улов не удалось. Организаторы Всероссийского фестиваля изменили правила. В этот раз все участники ловят по принципу «поймал-отпусти». То бишь люди ловят живую рыбу, приносят ее на взвешивание и тут же отпускают. Фестиваль «Народная рыбалка» проходит в Тверской области уже в 11-й раз при поддержке регионального правительства и Федерации рыболовного спорта России. Президент Федерации рыболовного спорта России Андрей Крайний тепло поприветствовал всех участников и отметил, что мероприятие вполне подходит для семейного отдыха. Кстати сказать, сегодня же на Сахалине проходит этап народной рыбалки. Через неделю он будет в Сибири. То есть народная рыбалка идет по стране. Это праздник для всех, это семейный праздник. Это очень здорово, чтобы все мы собрались. И день хороший, немножко ветрено, но солнце во всяком случае. Рыбная ловля в этот раз собрала в Тверской области около трех тысяч участников со всей России. Победителем фестиваля признан Константин Добычин. Он и получил заветный приз – автомобиль «Датсун». В этом году проведение народной рыбалки совпало с масленицей. Поэтому гостей и участников ждали праздничные гуляния, сжигание чучела и, конечно, блины. Илья Залевский, Сергей Горбачев, Сергей Новиков и Юлия Глазкова. Новости Большой Азии. Находившийся с официальным визитом в Ираке президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани побывал в одной из главных святынь мусульманского мира – мечети Имама Али, находящейся в городе Эн-Наджифе. Там он встретился с тремя шиитскими духовными лидерами, в частности, с Аятолой Али Систани. Глава государства приехал к нему домой. Шииты верят, что мечеть является усыпальницей Адама и Ноя. Каждый год в это святое место стекаются сотни тысяч верующих со всех стран. В ходе своего пребывания в Багдаде Хасан Рухани договорился с главой правительства страны пребывания Аделем Абдель Махди о продолжении поставок Ираку природного газа. В обмен Тегеран получит от соседа продовольствие. Кроме того, стороны достигли принципиального согласия по вопросу строительства новой железнодорожной трансграничной ветки. Глава иранского государства провел также встречу с президентом Бархамом Ахмедом Салехом. В Японии выпустили специальную серию памятных марок, которые вскоре должны стать настоящим раритетом, настолько велик на них спрос. Эта продукция была запущена в оборот ровно за 500 дней до начала в Токио Олимпийских игр 2020. Всего был напечатан миллион листов по 10 марок каждая. Причем 10 йен от цены каждой марки отчисляются в фонд поддержки эпохального спортивного события. Несмотря на внушительный тираж, маленькие квадратики с изображением животного тотема игр и главного Олимпийского стадиона страны могут скоро закончиться. Люди готовы были стоять в очередях больше, чем час, только для того, чтобы приобрести себе этот филателлистический сувенир на память о предстоящем событии. Художник Акира Тамаки, создавший напечатанные на марках изображения, признался, что вдохновение он подчеркнул в коллекциях марок 1964 года, когда в стране восходящего солнца также проходили Олимпийские и Паралимпийские игры. После авиационного происшествия в Эфиопии, повлекшего за собой гибель пассажиров, индийское правительство решило принять упреждающие меры относительно проблемной модели самолета Boeing 737-8 Max. Отныне индийские авиакомпании не просто полностью прекратили эксплуатацию авиалайнера, но и запретили пролет этого типа судов через суверенное воздушное пространство Индии. Решение было принято Министерством гражданской авиации страны. В настоящее время ведущие индийские перевозчики Jet Airways и Spice Jet эксплуатируют 8 самолетов этого типа. Возобновление эксплуатации воздушных судов самолета Boeing 737-8 Max станет возможно только после вынесения соответствующего заключения Международной ассоциации воздушного транспорта и Международной организации гражданской авиации. Китайская самолетостроительная корпорация Комак анонсировала получение крупного пакета предзаказов на узкофюзеляжный магистральный авиалайнер местного производства Си-919 пассажиров вместимостью от 170 до 190 посадочных мест в зависимости от комплектации. На сегодняшний день покупатели подтвердили свою готовность приобрести 850 единиц новой техники, которая только еще проходит сертификацию в КНР. На данный момент Си-919 существует в количестве трех летных экземпляров. Он уже успел пройти весь цикл наземных испытаний, а также совершить перелет из Пекина в город Хэйхэ, провинция Хэйлунзян, Хайлар во внутренней Монголии и Санья на острове Хайнань. Все новости Большой Азии смотрите и читайте на нашем сайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова